Анадырский дворец детского творчества по случаю своего 50-летия открыл цикл праздничных мероприятий. В течение всего года педагоги дворца будут проводить встречи, акции, различные проекты. Вот они, главные герои, повелители территории детства, лучшие друзья и наставники. 19 педагогов Анадырского дворца детского творчества приветствуют участников большого праздничного конкурса. В этом году это дошкольное учреждение отмечает свое 50-летие. Оно открыло двери в далеком 1974-м. Сама юбилейная дата приходится на 24 августа, но руководство дворца решило растянуть праздник на многие месяцы. Мы хотим не одним днем отпраздновать свой день рождения юбилейный, а растянуть его на целый год. Так сказать, получать удовольствие и максимум приносить пользы, быть интересными и для города, и для себя. Педагоги дворца детского творчества рассказали о формуле успеха. Они вышли из привычных кабинетов, оторвались от своих занятий и открыли зрителям с новой стороны. Поставили задачу вылезти за рамки бассейна. Ну и пошло-поехало. Сел, как говорится, репу чесать. Сижу, думаю, что же придумать? Что я не умею больше всего? Я не умею петь. Ну, значит, этим и займемся. Каждый из конкурсантов рассказал о себе и сделал что-то необычное. Педагоги сдавали экзамены, доставали скелетов из своих шкафов, делали зарядку и ходили на руках, и даже дефилировали по сцене в пижамах. Всегда у нас педагог в тени каких-то достижений ребенка. То есть мы детей продвигаем, учим, и они всегда в тени. А тут они вышли, и это было невероятно классно. В итоге каждый конкурсант представил свои юбилейные проекты. Все то, чем дворец детского творчества готов удивить жителей Анадыря в этот особенный год. Проект мой называется «Сказки на лавочке», в котором мы будем по субботам читать сказки. Приходить может любой желающий? Приходить может любой желающий, конечно. Даже взрослые? Да, даже взрослые. Приходите, я вас приглашаю. Во дворце детского творчества откроются мастер-классы по живописи, причем не только для детей, но и для взрослых. Там расскажут о знаменитых живописцах, будут организовывать квесты и состязания, даже кулинарные конкурсы. И возьмут под опеку семьи, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему и стать по-настоящему здоровыми. Мы отберем 3-4 семьи, чтобы действительно улучшить качество жизни каждой семьи. Задача этого проекта показать, что достигнуть самого большого, то есть нашего здоровья, мы можем просто шагая вот так, какими-то маленькими простыми шагами, движениями. За каждую такую активность педагоги будут набирать баллы и в конце года определится победитель. Но для жителей Анадыря такое состязание станет хорошей возможностью присоединиться к большой и дружной семье дворца. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов. Вести. Чукотка.